Имя географическое. Дорогие товарищи, недели, дни, месяцы летят, и вот из своего путешествия в Попуа-Новую Гвинею по следам своего знаменитого предка вернулся к нам на родину не менее знаменитый Николай Николаевич Миклух Маклай, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научный сотрудник Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, рад вас слышать. Очень взаимно. Мне приятно будет рассказать об итогах экспедиции, которая буквально закончилась недавно, и мы с вами, помните, были в эфире, вы боялись, что же со мной случилось тогда, когда связь оборвалась. Да-да-да, но все благополучно, все члены экспедиции вернулись без происшествий на родину. Все живы-здоровы, тем более, что эта экспедиция была в этот раз в одиночку, но я вам должен сказать, что это в одиночку с российской стороны, потому что я рассчитывал, конечно же, на помощь моих друзей, папу Новогвенийцев. Отправился я, как вы помните, на берег Маклая, вот именно то имя географическое, которое сейчас достаточно хорошо известно в мире, и это на северо-востоке острова Новая Гвинея, и напоминаю нашим слушателям, что это как раз в океане, недалеко от Австралии, куда отправился когда-то Николай Николаевич Миклуха Маклая. Вот это место, оно знаменательно тем, что как раз здесь впервые произошел контакт белого человека с папуасами, которые считались очень кровожадными. Вот он смог с ними наладить контакт, контакт таким образом, что я сейчас, продолжая его дело и продолжая исследования в этих деревнях, являюсь даже Тамабора, благодаря, конечно, и его памяти, ну и немножко, конечно, и своей работе. А Тамабора – это старейшина. Ну и, соответственно, когда я прибыл на берег Маклая, первой задачей моей было, это, конечно же, собрать всех и объяснить, зачем я все-таки к ним приехал. Ну, в первую очередь, мне было интересно и очень важно, конечно же, посмотреть, насколько изменилась жизнь. Я четыре года не был на берегу Маклая с 2019 года, и мне сообщили, что достаточно хороший интернет. Ну, разумеется, мы все знаем, как влияет интернет на наших детей, если мы смотрим, да, вспомнить, когда они смотрят какие-то новости, не новости, а мультфильмы и далее. И, конечно же, я предполагал, что мои друзья-папуасы точно так же подвержены влиянию глобализации интернета и той информации, которую они получают. Но я вам должен сказать, интернет-то есть, а вот гаджетов нет. И вот в течение месяца у меня была экспедиция, и получил я массу удовольствия проживания в хижине и организации работы научной экспедиции совместно с моими, уже можно сказать, коллегами-папуасами, которые помогали мне проводить опросы. Вы представляете, мы 10 деревень посетили, посетили 10 деревень, сходили на охоту, посчитали, сколько где живут людей, и выяснили, что всего лишь несколько гаджетов и несколько компьютеров есть на несколько тысяч человек, и это достаточно мало. Поэтому влияние глобализации, с одной стороны, как мне сказали, и слава богу, нет, а с другой стороны, все-таки при хорошем интернете оно когда-то в ближайшее время, скорее всего, будет. Поэтому я счастлив в том, что я на той границе между тем, как будет это влияние происходить, смог провести исследование, опрос, и вы не поверите, традиции в этом регионе очень устойчивы, практически как во времена Миклуха Маклая. Так что вот так вот. Я вот сейчас заглянул в карты, дорогие товарищи, ну вот от Москвы 11700 километров, где-то так вот до берега Маклая, да, это так, на вскидку, да. Николай Николаевич, вот вы говорите, что проводили исследования, опросы местных товарищей, есть ли какие-то сенсации, то есть, может быть, что-то с социологической точки зрения, с исторической, что-то неожиданное удалось ли вам в этот раз обнаружить среди населения? Ну, вы знаете, неожиданное, я вам скажу несколько фактов интересных. Ну, во-первых, у них очень крепкие семьи, меня интересовала ситуация по поводу их семейного состава, их в среднем четверо детей, я всего лишь нашел две пары, которые развелись, да и то по той причине, что один из, то есть, у которых был второй супруг, да и то по той причине, что один из них умер. Потрясающие вообще крепкие браки. Во-вторых, вы знаете, я обратил внимание, насколько мы смогли с ними вместе записать весь процесс инициации. Инициация – это посвящение молодого человека в мужчины. И вы представляете, со мной поделились всеми моментами. Единственное, там существует очень важное. Во время инициации тебе говорят магические слова. Вот эти магические слова я сказать вам не могу. Потому что если ты их скажешь, то сила перейдет к вам. Так. А тот человек, который скажет, он умрет. И поскольку я часть плана и верю в это, я пересказывать слова магические не буду, но расскажу суть, как это происходит. Суть – это когда в течение месяца мальчики живут абсолютно без воды. В одном закрытом, ну не закрытом, скажем так, а ограниченном по пространству территории. Буквально в одном доме. И готовят, и слушают советы старейшин в течение всего этого времени. И вот кратко, если сказать, я узнал, а что же вас, чему же вас там учит? Он мне очень хорошо сказал. Вы знаете, нас учит быть хорошими людьми. А я говорю, а как это проявляется? Ну, смотрите, например, один из моментов. Вот пришел я с рыбалки. Что я должен делать? Если я поймал много рыбы, то тогда куда мы идем обычно с большим количеством рыбы? Ну, конечно, домой. А во-вторых, если ее остается больше, ты должен обязательно поделиться с соплеменниками. Ни в коем случае никуда не продавать, не сохранять, а поделиться. А вот, например, еще хороший момент для охотника, когда он возвращается домой. Вот если ты возвращаешься домой, и ты видишь, что ты поздно приходишь, и твоя супруга, твоя жена вместе с ребенком спит, вот будешь ты заходить в хижину или нет? Никогда. Ты остаешься спать около нее. И вот много-много таких нюансов, которые они абсолютно четко сохраняют. Мне, кстати, интересно, дал эти советы, ответ на вопрос. А почему же, когда вы много рыбы ловите, вы не занимаетесь бизнесом и не продаете ее? Так вот вам ответ, потому что нужно делиться с соплеменниками. Может быть, нет у этого бизнес-жилки, может быть, нет у этого желания именно… Может быть, желание-то есть заработать денег, но, может быть, сильных навыков. Но это все равно через некоторое время придет. А пока мы можем наблюдать, несмотря на то, что папуасы одеты и в футболки, и в какие-то другие, как бы, с виду элементы цивилизации, они сохраняют очень крепко свои традиции. И эти традиции позволяют им сохранять и семью, и живаться, и жить счастливо. Вот, Николай Николаевич, что очень важно, конечно. Мы переживаем в стране не первый год эпидемию разводов. Да и не только мы, вся Европа. Может, это, кстати, связано в том числе и с интернетом. Но каким образом они достигают вот этой ситуации, что, в принципе, живой человек не разводится? Вот, ни разу в жизни. Вот это вот... Они как-то каким-то образом магическим, опять же, комплектуют пары, чтобы они были настолько совместимы, да? Или их держит какая-то сила друг с другом, да? Позволяя вот все вот эти личностные шероховатости, да, которые у нас могут быть поводом для расставания, да? А там они, может быть, их даже и не замечают. Вот как вы поняли? Вы знаете, я вам отвечу таким образом. Есть сила, когда ты являешься самим собой. Когда ты знаешь, кто ты есть на самом деле. А для того, чтобы ты знал, кто ты есть на самом деле, ты с самого детства должен об этом слышать. Очень часто мы знаем о том, что многие идут в поиск. Они закончили учебу, и вот дальше они пошли искать себя. Так попуасам искать себя не надо. Они знают изначально, кто они, потому что с самого детства они слышат короткие рассказы, вечером, на ночь детям рассказывают об их племени, о том, как нужно ловить рыбу, как сохраняются семьи, об их клане, об истории клана. Вы знаете, потрясающе. Я стал своему сыну Никите, с четырех лет, ему уже скоро 8 будет, в январе, рассказывать вот эту короткую историю. Не сказки Пушкина читать, при всем уважении к великому нашему поэту, а именно рассказы о своей семье. Пушкин не член моей семьи, и поэтому, конечно же, Никите приятнее и интереснее слушать рассказы, начиная от того, как я первый раз пошел в школу, каким образом я первый раз упал, как я ходил на яхте, как я стоял первый раз перед попуасами, было ли мне страшно, что происходило. И вот эти маленькие истории, именно от отца к сыну, также от матери к дочери, они позволяют им понять, кто они сами на самом деле есть. И когда ты это слышишь, ты понимаешь, кто ты есть на самом деле, потому что это часть тебя. И когда они вырастают, они понимают, поскольку у них есть связь с родителями, они понимают, как поступать. И в большинстве случаев поступают, так же продолжая традиция. Вот, наверное, в этом дело. Так, Николай Николаевич, но вы-то кто? Вы-то вот руководитель центра, понимаешь? Основатель и директор. Вот, вы с попуасами на дружеской ноге. А вот представим себе обычного нашего соотечественника. Ну, хорошо, как первый раз упал, он расскажет, да? Ну, хорошо, как первый раз взял в руки чайник со стаканом, там тоже расскажет. Но дальше-то вот этих вот увлекательнейших приключенческих историй в жизни обычного человека нет, вот и тянется у него рука к Пушкину-то, потому что там вот фантазия разыгрывается. Вот что вы посоветуете тех, у кого биография не та... Тем, у кого не такая насыщенная биография в плане приключенческих, так сказать, всех этих дел? Я думаю, что им нужно узнать немножечко о своей семье, хотя бы до третьего поколения. И узнать, кто их деды и прадеды, хотя бы немножко. И постараться это раскопать, скажем так. Если нет уже родственников, кто может ответить, то постараться это все-таки выяснить, и что у вас возможно, это нужно сделать. А потом надо понимать, что детям не так важно какие-то совсем увлекательные истории. История от отца любая. Как ты даже шел в школу, и у тебя порвалась лямка рюкзака, а ты смог его потом нести тяжелым в руке, и споткнулся, и упал, но не побоялся, встал и пошел дальше. Это тоже интересная история. И таких историй в каждой семье есть. Они не должны быть суперувлекательные, не нужно придумывать какие-то новые. Надо гордиться тем, кем ты есть на самом деле. Если ты занимаешься и выполняешь хорошо свою работу как плотник, значит, надо гордиться этим, как ты поставил занозу в палец, и как она, в конце концов, после этого зудела от того, что ты просто-напросто быстро ее не обработал, а нужно было бы обработать. И вот эти вот вещи, наверное, позволяют понимать, кто это есть на самом деле. И тогда человек пойдет плотником заниматься, плотничать и выполнять свою работу хорошо, а не искать себя, а потом не находя себя, разводиться. То есть, фактически речь идет и о формировании ответственности перед своим родом, да? То есть, не как безродный космополит. Сегодня с этой пожил, завтра с другой. А вот эта ответственность перед предками, да, в том числе и за выбор женщины, которую ты приведешь в свой дом. Разумеется. Но надо не забывать и про женщин. Дело в том, что сейчас мы прекрасно понимаем, что идет достаточно серьезная пропаганда того, что женщины у нас должны иметь равные права. Но мы должны знать, что в России они имеют неравные права, а многим больше. Так вот интереснейшая вещь, так сказать, вот у нас проклюнулась в эфире, наконец-то, про женщин, да, которые обладают правами плюс, так сказать, да, вот в плане равенства, да, Николай Николаевич? Да, но ничего страшного. Мы же всегда их пропускаем вперед. И в этом плане это неплохо. И всегда платим и за обед, и стараемся быть действительно защитниками и финансово каким-то образом. Но мы прекрасно понимаем, что равноправие абсолютно между мужчиной и женщиной приводит к тому, что семьи не рожают много детей. Потому что, безусловно, для того, чтобы уделять время семье, женщине нужно больше времени. Если она занимается больше карьерой, то на это у нее не остается времени. Поэтому это не статистика, это абсолютно нормальный факт. И, конечно же, когда у тебя больше детей, то семья крепче, хотя бы потому, что у тебя действительно... Ну, семья, это же семь и я. То у тебя действительно есть больше поводов ее сохранять, преодолевать какие-то сложности. Наверное, папуасы, вот вы знаете, они к этому относятся не просто спокойно, они не понимают, как может быть по-другому. У меня был вопрос, кстати говоря, к ним, что бывает ли такое, что у вас... Может ли быть такое, что у вас будет двое, две жены, или же можете ли вы развестись, если вам не нравится. То есть вопрос был не понят абсолютно. Мне пришлось его задать с нескольких сторон, для того, чтобы он в конце концов... После этого они засмеялись, кто-то засмущался и сказал, нет, так это у нас не принято. Так дела не делаются, да? Да, да. Но женщин там ценят, уважают. Но мы должны понимать, что у каждого есть свои обязанности. Вот, например, женщина, она... Вы помните, Карамысла воду носила женщина? Ну, вроде тяжелая работа. Но она носила, и папуаски женщины так же это делают. Если, например, нужно воду, то это их обязанность. Если что-то стирать, то да. Если дети, то да. Но у мужчин есть охота, есть рыбная ловля, есть строительство дома, есть также работа на огороде. Тоже немалая работа. Если уважать друг друга, то, конечно же, а не смотреть, кто больше сделал, или кто больше заработал. Потому что здесь не вопрос соревнования. Мне понравилось, вы знаете, как они сказали по поводу вот инициации, когда мальчики находят в течение месяца. Я спросил, а вы их тренируете чему-то? Они сказали, нет, мы даем им советы. У нас не соревнования, они должны выйти все чемпионами. Вы понимаете? Все сильными внутри, а не просто посмотреть, кто лучше, кто хуже. Поэтому я думаю, что и в семье также это хороший принцип, который мы можем у них взять. Ну а по поводу женщин это да. Ну посмотрите, у нас, во-первых, и женщин-то больше в России. То есть около 60% женщин у нас по статистике. Это открытая информация. А если мы будем говорить о основных позициях, куда бы мы ни обратились все к женщинам. Кто нам эфир с вами сделал? Женщины же, правильно? То одна, то другая. Все организовали, сделали. А мы тут с вами просто сидим, говорим. Конечно. Мы вообще ни при чем. Я вообще в данный момент сплю. Николай Николаевич, серьезно. А сватовство там у них как устроено? Потому что мы понимаем, что молодому человеку, молодой девушке очень просто ошибиться в выборе. Надо со всех сторон опытным людям рассмотреть кандидатов. У них там есть что-то типа сватов, или, может быть, к астрологу они там обращаются, или к колдуну какому-то, который взвешивает все за и против. То есть как-то объективную картину рисует брак, а не гормональную. Потрясающе демократическая у них ситуация. Я вам должен сказать, что они знакомятся. Каким образом? Безусловно, родители знают, знакомые с другими родителями, и пытаются подтолкнуть к тому, чтобы они познакомились. Но если нет любви, они не настаивают. Вот это я был потрясен этому. То есть нет того, чтобы они настаивали на выгодном браке. И это достаточно важно. Девочки, я вам должен сейчас сказать, что они выходят замуж сейчас раньше, чем это было даже несколько десятков лет назад, по причине того, что они раньше созревают. То есть когда мы, поскольку они не фокусируются на возрасте, на цифрах, а фокусируются на том, как человек себя чувствует, как он готов ли. Вот девочки стали раньше выходить замуж. Это где-то 15, 16, 17 лет. Если до этого было где-то 17, 18, 19. После 10-12 класса они остаются в семье и фактически занимаются хозяйством вместе с мамой, после чего фактически готовы к замужеству. И это замужество может быть только, если они где-то встретятся. То есть нет никакого насилия над этим. Но родители способствуют этому однозначно. То есть есть какие-то праздники, они берут своих детей, знакомятся. То есть все абсолютно так же, как в нормальной жизни и у нас, когда родители беспокоятся о том, чтобы дети имели хорошую семью. Но не настаивают. Николай Николаевич, а есть ли у них какие-то атрибуты красавиц? Потому что мы понимаем, в Африке, например, в каких-то странах шеи удлиняют кольцами. Где-то губы как-то растачивают, какие-то штуки вставляют деревянные. Я со всем уважением. А у папуасов у них есть что-то такое, что смотришь, а вот красивая девушка. У нее, например, тоннель какой-нибудь в ухе вставлен. Вы знаете, вот этого нет. Я, кстати, сожалел, что и нету даже татуировок в регионе Маданг. Все надеялся, что если бы у них были, то я бы мог хотя бы первый раз в жизни себе это сделать. Но раньше женщины у них обрезали волосы для того, чтобы уже после замужней, для того, чтобы быть менее привлекательными для других мужчин. То есть не обращали, чтобы на них внимания. А девушки, они, наоборот, оставались с длинными волосами. Сейчас такого нету. Я вам откровенно скажу, молодые девушки, очень красивые папуаски, они превосходнейшим образом и обаятельные, и умеющие, знающие, я так понимаю, что от своих родителей, каким образом общаться с противоположным полом. Потому что у них в семье же есть всегда и братья, у них же большие семьи, где-то в среднем 4 человека в семье. И каких-то особенных вот именно в этом регионе я находился. Николай Николаевич, но вы очень такую интересную вещь сказали, что женщина, выходя замуж, обрезает, там у них обрезала раньше себе волосы, становясь менее привлекательными. То есть, когда женщина, получается, в браке молодится и на публике ходит, как секс-львица, это ненормально, товарищи, вот надо у папуасов поучиться. Николай Николаевич Миклух Маклай, основатель, директор фонда имени Миклух Маклай, вернулся из Папуа-Новой Гвинеи и поделился с нами.